Добрый день, дорогие радиослушатели! Вы слушаете Библиоэфир. С вами в студии Ольга Семизорова, работник библиотеки. Тема нашей программы – семья и отношения. Сегодня у нас в гостях Павел Анатольевич Сыгней, доцент Кременчудского института Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля, кандидат исторических наук, практический психолог. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте, Ольга! Павел, с какими вопросами, проблемами к Вам чаще всего обращаются люди? Чаще всего обращаются по вопросам сложности в отношениях между мужем и женой, родителями и детьми. Также очень много вопросов возникает в связи с физическим и психическим здоровьем. Депрессия, какие-то сложные состояния. Есть вопросы, связанные с бизнесом, с развитием, с успешностью. Почему, по Вашему мнению, в семьях возникают проблемы и конфликты? Это очень большой вопрос, и я могу остановиться на нем только кратко. Вообще, первое, что я хочу сказать, что у любой семейной пары, даже самой гармоничной, обязательно будут сложные периоды в жизни. Многим кажется, что за порогом ЗАГСа их ждет полная идиллия, и совершенно не будет никаких проблем. А на самом деле, именно в этот момент эти проблемы только начинаются. Хорошо бы, чтобы молодожены всегда понимали, что совместная жизнь – это большой сложный труд. И что на нем всегда будут какие-то сложные периоды, какие-то кризисные моменты. И что этот вопрос, вопрос взаимоотношений, требует постоянного внимания. К сожалению, люди мало что знают о том, как развиваются отношения, о семье. Нигде этому не учат. В школе, например, этому не учат. Да, вообще, в принципе, нигде этому не учат. Эти знания получают лишь психологи, это специализированное, профессиональное знание. Но я думаю, что было бы намного меньше проблем, намного меньше сложностей, если бы это было доступно большинству людей. Своеобразной школой отношений, не очень хорошей школой часто, являются отношения в родительской семье. И многие супруги неосознанно переносят модели поведения, отношений между их папой и мамой в свою собственную семью. Они ведут себя так же, они повторяют те же принципы отношений. И когда сталкиваются вот две модели, да, то есть муж принес модель отношений своей семьи, жена принесла модель отношений своей семьи, это часто бывает взрывоопасно. И если бы людей хотя бы обучали или объясняли, какие сложности, с какими они могут столкнуться, то так думаю, что было бы гораздо меньше конфликтов. Как сберечь семью от кризисов? Я хочу сказать, что, по моему мнению, вопрос поставлен не совсем правильно. Кризисы были, есть и будут. Кризисы – это закономерная, неотъемлемая часть жизни. В кризисах может родиться как плохое, так и хорошее. Мы все время, от самого момента рождения, человек проходит через кризис. Там кризисы одного года, да, возраста, кризисы трех лет, кризис семи, кризисы 12-14 подросткового возраста. И каждый раз человек приобретает какие-то новые качества, он развивается, он растет. Точно так же семья тоже имеет свой возраст, да, она тоже проходит эти этапы становления и развития. И именно от нас зависит, что же на самом деле произойдет. Либо произойдет ухудшение, либо произойдет улучшение. Нужно ориентироваться именно на это и понимать, что в кризисах нам нужно найти снова взаимопонимание. Я хочу сказать, что в кризисе самое простое, об этом можно говорить долго, но в кризисе самое простое – осознать, что нужно услышать противоположную сторону. А ведь в кризисе буквально кричат во время скандалов друг другу то, что они хотят донести. И почему-то ни та, ни та сторона может не слышать своего супруга. Поэтому еще раз, кризисы были, есть и будут. И кризисы приводят к улучшению. После кризисов можно еще более сильно полюбить друг друга. И к этому нужно стремиться. Но нужно знать о том, как себя вести в кризисах. Павел, удается ли людям помочь решить конфликт в самых критических ситуациях? Да, удается. Но хочу сказать, что к нам, к психологам, к сожалению, обращаются люди. Знаете, как в анекдоте, что наши люди к медикам обращаются тогда, когда же нужно обращаться либо к гробовщику, либо к нотариусу. То есть, к сожалению, на очень поздних стадиях чаще всего обращаются. Но даже тогда можно помочь. И у нас масса случаев, примеров, когда люди выходили из самых сложных, самых таких крутых пике, когда они вообще ставили вопрос, может быть, им и развестись. Но я хочу сказать, что даже очень простые вещи, понимание того, что есть особенности мужской и женской психологии, особенности реакции на стресс у мужчины и женщины, помогают иногда разрулить то, что, казалось бы, уже все, уже почти разрушилось. У нас был случай, когда обратились, и это очень правильно и хорошо, нужно желание обоих супругов и вера обоих супругов, что они хотят сохранить отношения. Обратились оба супруга. И нам удалось объяснить то, что мужчина и женщина по-разному реагируют на стресс. Мужчина во время стресса замыкается, он пытается, скажем, отвлечься, он обесценивает происходящее, он говорит, да, ерунда, это ничего не значит. И это действительно способ мужчины как-то облегчить свое состояние во время стресса. А женщина, в противоположность, она обычно всегда ищет какую-то поддержку, она хочет высказаться. Она, когда высказывается, и становится легче. И высказывая, она часто гиперболизирует, увеличивает, да, как бы то, что происходит. Ей действительно от этого становится легче. Но когда либо мужчина в стрессе себя ведет, а женщина пытается его расспросить, а что случилось, дорогой? Да отстань, ничего. Она, я же вижу, да, отстань, и может быть даже вплоть до ссоры. И точно так же, когда у женщины что-то случилось, она рассказывает очень ярко, очень это самое, а ему тяжело слушать. Для него, в принципе, да, другой способ боя. Она видит, что с ней что-то происходит, она говорит, да и такие ерунда. И тут женщина вообще взрывается, да. И вот понимание того, что это именно так происходит, помогло этим людям опять найти друг друга и вернуться к хорошим отношениям. Что нужно знать и помнить, чтобы между людьми стало больше взаимопонимания? Я хочу сказать, что, наверное, самое первое, что нужно знать и помнить, это правило. Для меня вот когда-то оно врезалось в сознание и помогло мне и в моих семейных отношениях. Это правило, что в семейном конфликте кто победил, тот проиграл. Если посмотреть на самом деле, на последствия, то действительно победивший проигрывает, да. Ну, примучил супруг свою жену, да. В конце концов, она внутренне от него дистанцировалась и практически уже живет где-то отдельной жизнью, хотя они могут быть и вместе. Или наоборот, точно так же и с супругом или еще какие-то случаи. То есть, еще раз, кто победил, тот проиграл. Второе, это то, что я хочу сказать, что когда что-то происходит, пожалуйста, поймите, что тот человек, который с вами, он делает неправильные поступки, но он сам неплохой. Чаще-то мы делаем ошибку, мы говорим, ты дурак, или ты плохой, или ты сволочь. А на самом деле, то, что реально произошло, он сделал что-то, да, что сделало нам больно. И мы, если мы скажем, ты сделал неправильные поступки, он может нас услышать. А если мы будем говорить, ты сволочь, он сразу же встанет в оборудительную позицию, будет просто скандал, а результат, разрешения не будет. И еще одно, один такой важный совет. Вы знаете, очень важно понять, что нужно отойти от такой позиции, да, что есть только два мнения, мое и неправильное. На самом деле, и ваша точка зрения, и точка зрения вашего супруга, противоположная точка зрения, тоже может быть правильной. И нужно искать вот этот компромисс, да, нужно услышать правоту другого, не отказываясь от собственной правоты. Это возможно, и тогда действительно вот этот выход из кризиса будет позитивным. Вы сможете услышать, что нужно мужу, что нужно жене. И часто, когда это услышано, это не так уже и сложно реализовать. И можно найти формы, которые приемлемы для обеих сторон. И тогда снова возвращается радость, спокойствие в семью, и улучшается и самочувствие, и здоровье. И хочу подчеркнуть, и благосостояние. Именно благосостояние имеет, слово имеет два аспекта, да. Это хорошее, благое состояние, и одновременно это материальный доход. Потому что если мы радостны, у нас есть энергия и сила, мы работаем, и мы зарабатываем деньги. Спасибо вам, Павел, за ваш интересный рассказ, и за то, что нашли время прийти к нам в студию. Павел, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям? Я хотел бы пожелать радиослушателям любви, бережности к своим мужьям и женам и терпения. И еще раз напомнить то, что я уже сказал, что семья и совместная жизнь – это большой сложный труд. Понимайте, это именно так. И у вас все получится. Спасибо. Спасибо, что были с нами на Радио Волне. До новых встреч. Продолжение следует...